Добрый день, еще раз! Итак, ладно, не знал, как зайти в эту церковь, в эту тему, в эту церковь, но зайду как-нибудь, пока не знаю, как ее назвать, может быть, в конце придумаем название, но если кто помнит, мы в прошлый раз, я когда проповедовал, мы говорили о чем, о мухах рождения, и основной пример здесь это Иисус, который вот в этих своих муках Он родил. А что Он родил? Он родил церковь, Он родил спасение, да? Я бы хотел сказать, что Он родил церковь, потому что план Божий на земле, Он для церкви. Он, вот мы когда сейчас читали Малахию, да, там есть такой момент, что и будете, да, а для вас благоговеющих предыдущих вниманием. Бог уже рассматривает не для тебя, Он говорит, а для вас, и Его план, мы как-то раньше об этом говорили осенью, летом, да, я вам рассказывал вот эти вот вещи, глобальный план Бога, что Бог хочет сделать, что вот эта вот церковь, да, и мы смотрим в откровении, вот Новый Иерусалим, да, да, и показал мне невесту Агнца, да, Новый Иерусалим, спускающийся от Бога, да, вот это символ церкви. И вот Иисус на кресте, да, и потом в День Пятидесятницы, вот Иисус, да, Он стал причиной излияния этого Святого Духа, и мы знаем, что День Пятидесятницы, мы, кстати, вот с вами читали Деяния апостолов, тут, да, на днях мы всю эту неделю читали, да, это называется, то есть День Пятидесятницы называется День Рождения Церкви, если кто не знает, вот, поэтому, когда сошел Дух Святой, и они начали, да, приняли силу, начали свидетельствовать, Бог начал проявляться уже через них, не через Иисуса, да, потому что все, до этого в основном Бог проявлялся через Иисуса Христа. И церковью, ну, как бы, вот, Иисус сказал, я путь истинной жизни, и вот, он свою жизнь не только, вот, ну, он это родил, да, но он так прожил жизнь, так прожил свое служение, чтобы потом церковь смогла пройти тем же путем, как и он, потому что он путь. И мы видим, что точно так же он был когда-то рожден от Духа, знаете, да, семени, да, он родился, и потом было время, когда он рос просто, да, и мы ничего не знаем практически об этих годах. В 12 лет он там появляется, когда он в храме с учителями общается, да, показывается, потом опять его нет, не видно. И вот потом, в возрасте около 30 лет, он начинает вот это свое открытое служение. И перед тем, как войти в это открытое служение, ну, вернее, да, он идет креститься от Иоанна Крестителя, и потом что с ним происходит? Вот он идет в пустыню. Написано, Дух ведет его в пустыню. Я читал оригинальный перевод, Дух выбрасывает его в пустыню, то есть ему вот нужно было это пройти. И из пустыни он возвращается, если кто помнит, как? В силе Духа написано, да, то есть тут он исполнился Духом, а в пустыне он приобрел вот эту, да, силу Духа, пройдя эту пустыню, да. И там были вот эти моменты напоследок, да, по истечению этого срока он взалкал, да, он стал нуждаться ему это. Поэтому, знаете, иногда, если мы алчим, это может нам свидетельствовать о том, что мы, наш конец пустыни близок, понимаете, то, что наш выход близок. Если мы сдадим экзамены вступительные или выпускные экзамены, да, вот, в открытое служение. То есть, ну, я увидел в этом всем вот эту модель, по которой должна развиваться и пройти церковь. Как в глобальном смысле этого слова, так и в локальном, да, вот мы как церковь будем идти по этому пути. И глобальная церковь будет идти по этому пути. И часто это может все быть параллельно, на самом деле, да, и глобальная идет по этому пути, и локальные церкви идут примерно по этому же пути. Понимаете, да, что значит слово глобальная, локальная? Потому что есть вот эта вот общая церковь, да, которая должна выйти из пустыни и начать влиять на этот мир. Понимаете, вот как Иисус. Он когда вышел в силе, он начал влиять. Бог через него начал очень мощно действовать вот в том регионе, где он находился. И, но, вот, поэтому я и говорю, что есть вот эти вот моменты рождения, такого спокойного, тихого возрастания незаметного, да, и потом вхождение в свое служение. И вот задача нашего врага, да, дьявола в данном контексте, да, это что сделать? Вот, остановить, остановить, чтобы не вышло, чтобы не вышло, полное служение. Он пытался остановить Иисуса. И вот там было три вот этих искушения, знаете, да, то есть я как-то, у меня есть проповедь, где я разбираю все три этих искушения именно в контексте, применяемом к церкви, к нам, как мы это проходим. Это иногда можно применять и лично, к человеку, да, но я больше здесь вижу, что в большем, как бы, вот, смысле, таком, настоящем смысле это должно быть, в первую очередь, применяемо к церкви. Потому что, да, мы Христос, правильно ли? Вы Христос, вы тело Христа здесь на земле. Христос, Он не просто, вот говорю, освободил, Он показал этот путь, Он всего себя вложил в это, вложил в это для того, чтобы мы смогли однажды пройти этот путь. Потому что наша цель, как христиан, вместе всем, вместе причем, не кому-то одному отдельно отделиться, стать духовным и войти вот в эту меру полного возраста Христа, да, а вместе войти вот в эту меру полного возраста Христа, повзрослеть и начать влиять, понимаете? Начать влиять по-настоящему на этот мир, начать влиять на атмосферу этого мира. Я говорю, у меня даже есть такое небольшое откровение, вот мы сегодня про погоду говорим, вот, что духовное состояние людей, если оно изменится в целом, да, наберет там критическую массу, мы начнем влиять на погоду, погода будет лучше, погода будет более благоприятная, понимаете? И ведь это по Библии, правильно или нет? Когда люди начинали грешить, говорят, не будет дождя, и все, засуха там, да, и так далее, да, и мы видим, что когда народ согрешал, Бог посылал там саранчу и пожирателей, да, этих гусениц там и так далее, то есть, это Божья власть, поэтому, да, вот этот вот, дух этого мира, князь господствующий в воздухе, да, он однажды должен быть связан, да, и тогда, я вот, я уверен, у меня даже однажды сон был, что я увидел воздух, как будто вот весь в таких небольших этих, как они вот, сметчики такие вот, черненькие такие, вот, как будто их много-много-много, и они вот, как будто они влияют, понимаете? Поэтому мы иногда вот мучаемся, голова болит, да, давление, погода там туда-сюда, я вот чуть-чуть в это верю, понимаете, что если народ Божий начнет, да, войдет в свою силу, то и погода тоже будет подчиняться, и мы видим, что Иисусу тоже подчинялась погода, правильно? Когда он въехал, ну, там, шел по морю, да, и молчает, все, тихо, и так далее, да, поэтому, ну, во всяком случае, мы сможем как народ молиться, да, собираться, молиться Богу, дай нам хорошее лето, да, чтобы у нас был хороший урожай, чтобы мы могли есть, и так далее, вот, это Бог все обещает, поэтому, да, если кто верит в Бога, а то, что Бог всемогущий, тогда это все правильно, да, вот, ну, прежде чем это все произойдет, церковь должна возрастать и начать влиять по-настоящему, думаю, что по-настоящему этого еще не произошло, что церковь, вот, реальность такова, что каждая церковь, или вот в глобальном смысле слова церковь, она бывает остановлена вот этим искусителем, да, первое испытание, да, если ты сын Божий, сделай камни хлебом, да, то есть, что здесь в этом искушении, это вот такое предложение воспользоваться своей силой, да, для самого себя, или другими словами, я это назвал сверхъестественный материализм, я вот вижу, что вот эта штука, вот это вот заражение, вот эта вот остановка, она есть во многих христианах, во многих церквях, целые церкви играются вот в это вот, сделать камни хлебом, понимаете, во имя Иисуса Христа, вот там, начать влиять на какие-то, знаете, вот, оно такое немножко, духовное детство такое, да, что похоже на духовность, похоже, что как будто вот это должно быть, но мы видим, Иисус отсекает, он говорит, не хлебом единым жив человек, да, но всяким словом, исходящим из уст Божьего, он отказывается играть вот в эти вещи, да, я говорю, что многие, мне кажется, чуть-чуть играют в это, да, что во имя Иисуса пусть камни хлебом станут, смотри, смотри, пахнет хлебом камень, чувствуешь, чувствуешь, пахнет, да, идет такое вот мошенничество небольшое, зашевелился камень, видели, а вот я вчера там камню сказал, и он зашевелился, и так далее, и вот там часто иногда вот такого рода свидетельства приходится слышать, да, что, то есть, понимаете, да, как бы вот, получать церковь захвачена, такое вот вроде сверхъестественное, но ни к чему не ведущее, да, вот, поэтому церковь должна себя правильно идентифицировать в своем времени, что, к чему идет этот вызов, да, вот делать те или иные вещи, да, вот, есть сейчас такая, мы ее почти пережили, почти прошли, но прям по церквям прошла такая, ну, я бы сказал, зараза такая, знаете, ну, хотя, я не знаю, ну, вот там вот эти вот перья падают, знаете, там, может быть, кто-то слышал, там, камни там драгоценные, у кого-то зубы золотые вырастают, там, ну, вот, какая-то вот пыль там какая-то сверхъестественная, я, то есть, ну, и много церквей вот в это вот чуть-чуть как бы поигралось, и уже доказано были люди, мошенники, которые подбрасывали, там, камни, перья, пыльцу, там, и так далее, для того, чтобы вот людей туда заманить, поэтому я не хочу здесь судить, ничего я не знаю, я просто задаю вопрос, зачем Богу это делать, и все, вот, зачем Богу, есть настоящие нужды, да, и мы видим, что когда Иисус кормил людей, он не из камней делал хлеб, он делал всего лишь навсего при умножении того, что было, и мы этот принцип везде в Библии видим, да, что или там вдове умножил, потом Елисей вдове масло умножал, да, и так далее, что Иисус он умножал уже, да, но будучи в служении, поэтому вот для меня очень важно, чтобы церковь, она как бы поняла, на какой стадии она находится, то есть вышла она из пустыни или нет, что она хочет делать, кормить людей, да, или играть в сверхъестественные вещи, вот, и вот этот очень важный момент, то, что, ну, ты же голодный, сделай как бы для себя, тоже там вот этот вот момент, что камни хлебом сделай, да, если ты сын Божий, и поешь этих, этого хлеба, ну, Иисус ему ответил. Второй там момент, это он его берет на крыло храма, говорит, сбросься вниз, а, ну, Иисус ему отвечает по Слову Божьему, и, да, ни одним хлебом, с этим человеком всяким Словом, исходящим из Божьего, и вот дьявол быстренько подстраивается, и предлагает ему поиграть уже со Словом Божьим, ставит его на крыло храма, и говорит, сбросься вниз, если бы сказано в Слове, что ангелам повелит и понесут тебя, да, но Иисус ему говорит, ну, сказано так же, не искусая Господа Бога твоего, да, то есть, тут уже, да, следующий такой момент, да, уже Слово Божье уже научены, уже предложение, вот, ну, использовать Слово Божье тоже, тоже, опять же, в бессмысленном таком, да, зачем искушать как бы Бога, зачем вот это вот все, да, ну, там еще есть очень важные символы, что это было крыло храма, он его не где-то поставил, он его поставил на крыле храма, то есть, есть храм, есть святой святых, туда, куда Иисус должен был прийти и возложить свою кровь на жертвенник, но он его ставит на крыле храма, то есть, это край храма, это крайность, такая высокая, может быть, глубокая, и Иисус мог бы, наверное, даже прыгнуть, понимаете, и, может быть, даже ангелы бы впрыглись, да, но что бы опять было бы, была бы остановка, да, была бы вот эта вот игра, Прыгаю, летаю, прыгаю, летаю. Я тоже здесь вижу, что этот путь тоже не туда. Знаете, церковь может пойти по этому пути глубоких, высоких, крайних откровений, где есть ангелы, которые в принципе есть, которые в принципе существуют, но не сутью вещей разбираться. То есть, понимаете, я сейчас перевожу все на церковь, которая может просто быть остановленной. То есть, мы должны понимать, задача дьявола что сделать? Остановить, чтобы церковь не вошла вот в это свое служение. И самый главный, самый третий момент, я просто вот эти два быстро пробежал, а я хотел больше остановиться на третьем моменте, когда сатана взял его на высокую гору, поставил, показал ему все царства мира и сказал, если поклонишься мне, то вот это все тебе отдам. И вот тут вот я хотел побольше остановиться. Вот просто представьте, да, если вот такое искушение приходит. Я говорю, во-первых, откуда мы знаем про искушение Иисуса? Как вот вы думаете? Кто написал их в Евангелии? Ну, откуда информация пришла? Не буду вас мучить. Должна прийти от самого Иисуса, по факту. Правильно? Потому что там он был один в этой пустыне, не было свидетелей, которые могли зафиксировать этот разговор. Тогда он, скорее всего, рассказывал ученикам о своем искушении перед тем, когда он вошел. И мы знаем, что Иисус говорил притчами. Правильно? То есть Иисус говорил притчами. И он мог вот эту всю свою борьбу, которая там была, да, в пустыне, да, и вот это вот искушение от сатаны. Вот у нас все такая картинка прям рисуется. Сатана подошел там, да, и так далее. А Иисус, он притчи любил, да, и мы понимаем, что вот, ну, трудновато встретиться прям, да, вот с сатаной. И когда Иисус это уже все рассказал, у нас когда-то в готовом варианте, кто подошел, зачем подошел, и смысл был служения, да. Ну, вот просто представьте, как работает искушение, что уже вот автоматом, если ты знаешь, что к тебе подошел сатана, и что-то тебе предлагает, ты что будешь делать? Ну, как бы, кажется, чем. Ну, конечно, потому что кто сатана подошел, да, и он как бы, да, мы когда вот это видим, да, и думаем, что вот оно так происходит, мы, может быть, не совсем правильно это видим, потому что, то есть мы, когда Библию уже читаем, читаем ее, да, в готовом варианте, мы знаем, кто подходил, зачем подходил, но когда подходит что-то, да, вот эта вот ситуация, которая ему была подведена, да, что вот он все это увидел, ему было предложение начать царствовать, царствовать, да, ему нужно было определить, кто ему это предлагает, понимаете? определить, и что это значит, если ты поклонишься мне, я тебе вот это все отдам, понимаете, вот Иисус уже в готовом варианте это все, да, нам Библия открывает уже в готовом варианте, мы понимаем, кто подошел и зачем, да, но когда мы находимся в этом процессе, да, и когда церковь находится в этом процессе, здесь не все так очевидно, да, потому что вот это вот предложение царствовать, начать царствовать, оно в принципе от Бога предложение, правильно или нет? То есть, если сатана искушал, во-первых, его в этой области, он его искушал именно в том, что должно было принадлежать Иисусу, то, что Иисус, он, когда вступает в служение, крестится, а там хреститель, на него сходит Дух Святой, и там написано, и открылись ему небеса, ему открылся духовный мир, ему открылся план Божий, понимаете? Что это значит, да, и отверстие с небеса, да, это значит, что Иисус, он стал, вот, ясно все увидел, и вот ему эта картинка вся открылась, и он, как бы, что, он кто? Он мессия, он царь, он царь царей, он первый, он, вот, вот этот вот самый наивысший, он Христос. Мы как-то тоже говорили, что Христос, это не фамилия, а Христос, это вот наивысший титул божественный, да, спасителя, вот этого вот царя, который должен спасти. Давид, когда был царем, он тоже был прообраз Христа, да, и как действовал Давид? Он освободил весь свой народ от всех врагов, все земли, он со своей вот этой армией, он все завоевал, всех подчинил, понимаете? Поэтому, вот это вот ожидание царствия, да, что царство придет, как бы, от Бога, Бог наведет порядок, это правильное ожидание. Иисус, и понимаете, и вот приходит вот это вот искушение, что поклониться, да, и что это значит, что поклониться? Ну, понимаете, да, вот, почувствуйте, к чему я веду, вот, он заставляет его поклониться. То есть, если это сатана, зачем он вообще такое, ну, легкое искушение, по большому счету, понимаете? Ну, вот, поклонись мне, да, и я просто никому поклоняться как бы не собираюсь, да, а тем более сатане поклониться, правильно? То есть, но мы должны понять, что это значит поклониться. Что это значит поклониться чему? Духу этого мира. Склониться перед духом этого мира. То есть, и я здесь вижу выход Иисуса, как увидеть, откуда дует ветер. Я вот про что говорю. Как увидеть, откуда дует ветер. Что в нашу задачу входит увидеть, откуда идет предложение и что тебе сейчас предлагается. Потому что, вот, как я вижу, да, многие церкви сейчас, да, там, вот, например, организовались, шли, 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 и вдруг приходит успех, да, первый успех. Что такое успех? Это тоже, как бы, можно сказать, возможность царствовать, возможность быть успешными, да, занять вот эту позицию, положение, да, и так далее. И вот на что здесь нужно посмотреть, для того, чтобы определить, где я нахожусь и что это за успех пришел. То есть, это, чтобы пришел успех от Бога, тот, который я жду, чтобы царствовать, на самом деле. Или это предложение от этого мира, которое, в принципе, выглядит такой же. Вы знаете, дьявол, он очень хороший поддельщик, понимаете, под вот этих вот ситуаций. Он очень хорошо умеет все это подделать, он не умеет создавать, но подделывать умеет очень хорошо. И вот откуда приходит это предложение? То есть, это тот же успех, то же предложение успеха. А я вот увидел, по какому принципу нужно определять. То есть, как Иисус мог определить, как я могу сейчас начать царствовать, как я могу сейчас начать жить, да. Ну, ведь царствовать это все, как бы, подразумевает под собой, да. Да, это, значит, пользоваться благами, да, этого мира, да, привилегиями, там, и так далее. В отрыве от моего народа. В отрыве. Вот люди живут так, а вдруг мне сейчас предложение жить по-другому. И вы, если сейчас посмотрите, вы увидите, что большинство церквей, служений, пасторов, они поклонились духу этого мира. Вот это не это осуждение, я вам говорю. Они просто не узнали, что вот этот момент, и они просто тоже, ну, как бы, и вот это очень важный момент, чтобы не поклониться. Потому что это очень трудно не поклониться. Это очень трудно отказаться от того, что, в принципе, твое тебе принадлежит. И единственное, я думаю, как мы можем определить, от Бога это пришло или не от Бога, а как остальные теперь будут жить. Не отрываюсь ли я вот один от остальных? Понимаете или нет? Понимаете, про что говорю? Поэтому я вижу, что Иисус вот так определяет, да, что Он еще не сделал своего служения. Он еще не освободил народ, да, Он еще не накормил народ, Он еще не послужил народу, а Ему уже предложение царствовать. Как духовному человеку, как супердуховному человеку. Только протяни руку и ты начнешь царствовать. Все царства мира. И я думаю, что вот здесь вот и требуется вот это вот. Понимаете, и здесь вот нет ничего. Я вот так сейчас заявил, да, что большинство церквей, пасторов, они как поклонились. Это очень трудное искушение. Очень-очень трудное искушение. И очень трудно отказаться от того, что, в принципе, тебе принадлежит. Но, и знаете, вот люди действительно это поправили. Они устали, они поднимались, они делали там туда-сюда. И им кажется, что вот они должны начать царствовать, да. Но Бог, ну я одно вижу, дайте, я вам прочитаю теперь стихи. Смотрите, просто чтобы это тоже доказать. Что это происходило и периодически происходит. Первое, коринфянам. Четвертая глава. С восьмого стиха. Смотрите, он пишет коринфянам. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. И я, понимаете, вот он пишет коринфянам именно вот этот вот момент. То, что вы уже обогатились, вы уже присытились, вы уже стали царствовать без нас, да. Он говорит, ну если бы вы действительно царствовали, то и мы бы с вами царствовали. То есть вот суть, на самом деле, царства Божьего, которое должно прийти на эту землю, это когда царствовать будут, ну, можно сказать, все Божьи дети. Когда, понимаете, когда не будет вот этого отрыва между теми, кто все это организовал и делает, да, и теми, кто просто является простыми людьми. Понимаете или нет? То, что план Божий, это чтобы его народ, мы учитали Малахию, да, и вы будете как телецеупитанные. Понимаете, какое мне, если я христианин настоящий, какое мне, какое у меня может быть счастье, если я чего-то добился, но братья мои ничего-ничего не добились. Тогда мое христианство, оно по-настоящему, если мое христианство настоящее, оно должно быть направлено на то, чтобы пойти и начать моих братьев поднимать за счет того, что я поднялся. Понимаете, вот настоящее христианство. И мы никак не можем это понять. В том-то и дело, что никак, всем так, каждый, кто хоть чуть-чуть что-то добился с помощью откровения с Богом, начал вроде выплывать в этом мире, очень быстро, что делает? Мы начинаем поклоняться духу этого мира. Мы начинаем царствовать. Начинаем царствовать, пока еще царство не настало. Понимаете? И это ошибка, и это будет происходить все. Сатана сделал свою работу, заставил тебя поклониться. Ты остановлен. Есть у тебя там что-то? Нет у тебя там что-то? Ты царствуешь. Ты вот, понимаете, и я просто вижу, я это чувствую. Но ты не сможешь спокойно царствовать, понимаете? Вот я вижу там, сейчас вот смотришь там, видишь и этих и пастеров, и служителей, которые вот попытались царствовать, которые вроде как вошли, и они пытаются вот всем рассказать, как это хорошо царствовать. Но они, они царствуют в отрыве от своей паствы. Понимаете, в отрыве. Они царствуют за счет своей паствы. А это мир. Это дух этого мира. И никак не может быть по-другому. Нравится кому-то это или не нравится. Поэтому это и есть последнее искушение. Последнее, самое трудное, самое тяжелое искушение, когда нужно просто оценить ситуацию и сказать, нет, сейчас еще не время царствовать. Сейчас еще не время жить вот так, как я стал жить. То, что мне сейчас дано Богу, это не для того, чтобы я жил, а для того, чтобы я использовал это для того, чтобы двинуть других вперед. Понимаете или нет? Вот оно, Царство Божие. Оно вот в этом. И именно это пришел Иисус продемонстрировать и показать. Понимаете? Поэтому он отказывается от этого искушения, от этой возможности начать сейчас царствовать. И говорит, отойди от меня, сатана. Это не от Бога. Как? Понимаете? Как я могу сейчас принять это, если те, для кого я пришел, они в беде, они в нужде, они в жажде. Да? Он говорит, я пришел, чтобы, да? Имели жизнь, имели с избытком, чтобы слепые прозрели, нищие благовествовали, отпустить измученных на свободу. Понимаете? Он понимает, для чего он пришел, он еще это не сделал. И поэтому, вот я уверен, что все изменится. Если кто-то, да, если церковь, она сможет отказаться внутри себя от духа этого мира и сказать, нет, это дух этого мира. Я это обличаю в себе и вот в своей структуре, в своем как бы служении, что, понимаете или нет? Я сейчас вам еще прочитаю. Давайте мы откроем 4-е царство, 5-ю главу. Просто как примеры, чтобы вы их видели, что они в Библии существуют. Четвертое царство. Это когда Елисей исцеляет Неймана. И вы знаете, что Елисей – это прообраз Христа. Я еще раз хочу это подчеркнуть, потому что Илья – он прообраз Иоанна Крестителя. И написано, что прежде чем придет Христос, там было пророчество, да, прежде не длежит прийти Ильи. И вот этот вот порядок, то, что приходит Илья, а потом приходит Елисей, который просит вот этого двойного духа. И мы видим эту параллель с Иоанном Крестителем тоже, когда Иоанн Креститель воскресает, что ему про Христа, он говорит, дает Бог Духа без меры. То есть он как бы говорит, что я духовный, я Духа, я Бога, но тот, кто после меня, намного выше. И вот здесь такая же парочка организовывается, которая является тем же прообразом. И я уже как-то об этом говорил, тоже есть проповедь, что вот эти вот чудеса Елисея, они отличаются от чудес Ильи. Не только количеством, как заметили одни теологи, но по самому духу, по самому содержанию очень сильно отличаются. То есть вот эта вот полнота духа, которая в Елисеи, она начинает работать по-другому. Если Илья закрывает небо, то Елисей наоборот. Если Илья сжигает людей, которые за ним посылали, евреев, которые посылал за ним царь, чтобы его привезти, поймать, он говорит, если я человек Божий, пусть сойдет огонь, и сжигает раз, пятьдесят человек, два, пятьдесят человек. То есть он такой жесткий, он в таком вот духе, и как бы Бог двигается через его слово. То когда за Елисеем пришли враги, если вы помните, город окружили, он их ослепил, привел в окружение, открыл им глаза, и их хотели убить, он говорит, нет, накормить и отпустить. Правильно? И мы видим здесь Дух Христа, правильно? Потому что когда нам Христос говорит, если в Светском завете написано, ненавидь своего врага, то я вам говорю, любите врагов ваших. Правильно? И мы видим, что Иисус, ну как я думаю, моя такая теория, он идет тоже по Елисею, он понимает, в каком он духе движется, и он начинает уже двигаться в другом духе. И вот это тоже момент, где он тоже как бы может понять, и мы можем вот увидеть этот Дух этого мира, тоже, знаете, потому что как бы обличить его, как нам нужно поступать. Так, смотрите. И вот, значит, Нейман получает исцеление свое, да, язычник получает исцеление от Бога через Елисея, через слово Елисея, и вот 15 стих 5 главы. «И возвратился человеку Богу, Нейман, который получил свое исцеление, он и все сопровождающие его пришел, и став перед ним, и сказал, вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля, и так прими дар, отрабатывая его. И сказал он, жив Господь, при лицом которого стою, не приму. И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нейман, если же не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут два лошака, потому что не будет в предракт вы приносите все сожидать». Ну ладно, неважно, уже не об этом ситуация. То есть, смотрите, Нейман получает исцеление, и вроде как бы он пришел туда уже со всем этим богатством, он там со всем этим золотом говорит, прими, да. Как вам ситуация? Как нужно поступить в эту ситуацию? Мы в нужде. Принять, да, правильно или нет? Ну нормально, Бог же дает, правильно? Ну вот, 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 мое, Елисей, у него другое состояние сердца, понимаешь? У него другое, он разделяет, он отвечает, что это Бог сделал, что это Бог сделал, что свидетельство Божье в данной ситуации намного важнее, чем он просто принял вот эти деньги, и тогда все, тот как бы вот, ну, говорит, не приму. Тот его уговаривал, говорит, не приму. И не принимает, понимаете? То есть, вот оно в чем. Потому что, опять же, да, это как, ну, возможность начать жить прям по-другому, но в отрыве от своего народа. В отрыве. Бог не... Вот, вот очень важный момент. Бог не хочет, чтобы мы нищенствовали. Бог не хочет, чтобы мы... Бог наоборот хочет, чтобы все жили. Чтобы было, и что есть, и на чем ездить, и все было, понимаете? И комфорт, и условия. Но время ли этому всему, понимаете? Время этому... Пришло ли время так жить, понимаете? Не начинаешь ли ты царствовать в отрыве от народа Божьего. Помните, про Моисея написано? Который верою отказался быть сыном дочери фараона, а вместо этого предпочел, что делать? Страдать с народом Божьим. Понимаете? Вот оно в чем тоже фишка, да? Мы иногда не понимаем этих слов, о чем же здесь говорится. Здесь примерно об этом говорится, что он верою отказывается, там все ситуации складываются, называться сыном дочери фараона, вместо этого избирает не просто царствовать с народом Божьим, а страдать с народом Божьим, написано, да? Что народ Божий еще не царствует, народ Божий не пришел в свое обетование. Как я могу начать царствовать сейчас? Понимаете? И вот если мы... Вот задача делала остановить, чтобы в это царство оно так и не пришло, чтобы народ так и не начал царствовать, понимаете? А он не начнет царствовать, пока будут люди, которые будут просто под этот дух этого мира постоянно поклоняться, понимаете? Духу этому миру соглашаться с этим, что ну да, наверное, наверное, пришло время мое царствовать, да? То есть, поэтому нужно единственное определение, да? Как живут другие, понимаете? Как живут другие. Поэтому Павел тоже писал в своих посланиях, говорит, те, которые пользуются этим миром, будут, как те, которые не пользуются этим миром. Те, которые женаты, пусть будут те, как те, которые неженаты, да? Чтобы вот, ну ты... Ну, если уж есть эта ситуация, да? И... Там дальше идет, развертывается эта ситуация. Давайте мы прочитаем, сказал. Смотрите. 20-й стиль. И сказал Гиези, слуга Елисея. Вот сразу после того, как Елисей отказывается, и Ниман ушел. И сказал Гиези, слуга Елисея. То есть, мы видим, что идет евангелизация на самом деле. Идет, вот Бог начинает прославлять себя, да? Слово Божье, Евангелие, через то, что сделал Елисей, да? Он сделал это не за деньги, он сделал это для славы Божьей. И человек, после того, как Елисей отказался принять дар, он говорит, я буду поклоняться только одному Богу теперь. Все, дайте мне земли, я ее там у себя рассыплю от вашей земли. И я буду... Только простите, когда я с царем пойду на поклонение, мне просто придется там тоже... Потому что вот царь там Римфану поклоняется, и... Ну вот он так... Но это было искренне, это было по-настоящему, Елисей ему говорит, иди с миром. Нормально все. То есть, как бы он распространил Евангелие, он, да, он... Понимаете, он не за деньги это сделал, понимаете? Не за деньги это сделал. Не для того, чтобы улучшить свое собственное... Благосостояние, собственный уровень жизни повысит, да? Он делает это как слуга Божий, понимаете? Потому что это Бог исцелил его, понимаете? Это Бог исцелил, а не Елисей исцелил. И даже не Бог через Елисей, а просто Бог, понимаете? И вот, да, эта иммунизация прошла. То есть мы видим, что Бог делает свое, но Гиезий, вот это вот слуга Елисея Гиезий, да? Вот это вот тоже такой человечек интересный. Слуга Человека Божий, то есть, представляете, был ученик, он был рядом с Елисеем, с Духом, понимаете? Это вот, ну это очень похоже на церковь Иисуса Христа часто, потому что вот близко. И не сказать, что это не настоящий слуга был, настоящий, и духовный, и молодец он, по идее, был. Но вот тут не смог устоять. Вот господин мой отказался взять, так, и сказал Гиезий, слуга Елисея, Человека Божия. Вот господин мой отказался взять из руки Немана этого серианина, то, что он просил, жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь. И погнался Гиезий за Неманом, и увидел Неман, бегущего за собой, и сошел с колесницы навстречу ему, и сказал, с миром ли? Он отвечал, с миром, господин, с миром. Господин послал меня сказать, вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих, дай им талант серебра и две переменные одежды. И сказал Неман, возьми, пожалуй, два таланта. И упрашивал его, и завязал им два таланта серебра в два мешка и две переменные одежды, и отдал двум слугам своим, и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из руки их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему, откуда Гиезий? И сказал он, никуда не ходил рак твой. И сказал ему, разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился на встречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья, виноградники, и мелкие, или крупный скот, и рабов, или рабынь? Пусть же проказы Нейманова пристанет к тебе и потомству твоему навек. И вышел он от него белый от проказы, как снег. Вот такой пример, красивый, красочный, иллюстрация, что такое поклониться духу этого мира. То есть там не Нейман неплохой, ничего, но само вот это вот время, да, и... То есть он не чувствует, что... Поэтому ему Елисей говорит, время ли? Он не говорит, что это в принципе плохо, он говорит, время ли сейчас? Время ли сейчас начать жить по-другому? Время ли сейчас царство? Поэтому, ну, я понимаю, что... Я говорю, что это очень тонкое искушение, потому что... Я говорю, можно построить все так в служении, да? Вот просто про себя. Я же нахожусь все равно, да, в строительстве чего-то, да? И можно вот взять, выстроить так все служение, поднять все, чтобы было побольше людей, начали работать и начать царствовать, правильно? Вот так, да? Да, и... Ну вот поэтому-то я верю, это слово и дается, и я хочу в первую очередь о себе сегодня проповедовать, да? Чтобы, да, чтобы вот этот дух этого мира высветить, да? Чтобы мы поняли, что на самом деле до того, как царствовать еще должно пройти много времени, нужно еще много послужить, много освободить, понимаете? Много-много что сделать, да? Вот достовериться в том, что действительно царствуешь. Потому что вот эта фишка была, когда Павел говорит перед вами, он говорит, если бы вы действительно царствовали, чтобы и нам вместе с вами царствовать. Потому что план Божий – это поднять своих для того, чтобы дать возможность остальным начать царствовать. Теперь мы можем перейти к примеру с Иосифом. Помните или нет такого Иосифа, который стал вот этим вот сыном, не сыном, извиняюсь, премьер-министром Египта, самого большого на тот момент государства, когда он становится вот этим вот вторым человеком. И вы знаете, был период, я так верю, я так вижу, есть очень много людей, которые прям очень любят Иосифа. Я его, в принципе, тоже люблю за его, вот, да, его тяжелая судьба, там, и так далее. Но был момент в его жизни, когда он начал царствовать по-настоящему. И мы видим, что он начал царствовать в отрыве от своей семьи. Да, у него была причина, да, у него были раны, да, но раны были на братьев, а отец, а остальные, а остальной весь народ. Понимаете, он был на таком уровне, где все новости к нему стекались, он знал все обо всем. Он знал, в каком регионе голод, в каком не голод. И он мог понять, как живет его семья. Никто не любит вот в этом вот копаться, вот в это вот заглядывать, в это смотреть. Но Иосиф ничего не сделал для того, чтобы привести своих братьев к себе. Вот это вот тоже задача дьявола, понимаете. С одной стороны его Бог поднял, а с другой стороны Дух этого мира исказил его сердце из-за этих ран, которые у него были, и он не смог быть, вот, ну, как бы, вот, сразу стать благословением для своей семьи. И судя по тому, как разбивается вся эта ситуация, я даже могу сказать, что он не собирался открываться своим братьям. Он был очень жесток, он один раз их там, да, подставил, забрал одного брата, и понимал, он их прям просто душил очень сильно, на самом деле. Он им мстил, и, понимаете, и ничего там не написано, что Бог положил ему в сердце вот так, он мстил, или что-то, просто вот он, испытывая эту боль, он им мстил. И не знаю, что бы было, если бы не Иуда, который второй раз уговорил отца, Иуда, который был в числе тех, которые предали Иосифа, у которого умерли двое сыновей, вот, от проклятия там, да, который там переспал с блудницей, вот этой вот, не знаете, вот это, там такая Санта-Барбара вообще, то есть там такой позорище для всей семьи, то есть он жил отдельно от своих братьев, там у него друг был, Адаламитианин, там они на дискотеке, наверное, ходили вместе с ним. Ну, то есть это вот, ну, но когда пришла вот эта вот трудная ситуация, когда нужно было что-то решать, когда вот после первого раза их всех отправили, голод усилился, нужно было просто идти за едой, уже даже речи не было, чтобы брата спасать, которого там этот египтянин там притормозил, чтобы им за хлебом нужно было идти, и они бы умерли просто. И он встает и уговаривает отца, все, говорит, отец, на мне будет проклятие, если что-то не получится, давай уже, делать нечего, надо идти, он уговаривает, он идет, он берет эту ответственность на себя, он идет, и когда он там стоит, опять же, да, там опять ситуация складывается ужасным образом, вот эту вот чашу опять там подложили, теперь оставляют Вениамину, всех остальных выгоняя, и он хотел так сделать Иосиф, вот там не видно было, что это была игра, он хотел так сделать, если бы не Иуда, вот там встает Иуда и начинает он просто говорить, ну послушай, он рассказывает всю историю отца, все, и вот он сокрушает сердце Иосифа, то есть вот это вот Слово Божье, понимаете, почему Иуда написано, лев из колена Иуды, почему Иисус лев из колена Иуды, почему Иисус не из колена Иосифа, если Иосиф там вот такие испытания прошел, достиг, потому что для Бога вот важно вот это вот сердце, вот эта вот вера, да, человека, который может быть пошел не из-за себя уже, понимаете, когда, но он понимает, что вот весь род, вся семья его на кону, и он пошел, вот в эту землю, и он встает, и он говорит, и он словом сокрушает сердце Иосифа, и все становится на места, и приходит вот это вот, в один момент, да, все встает на свои места, вскрывается весь план Божий, Иосиф тоже открывается глазом, он говорит, я понимаю, все, я понимаю, что это план Божий, поэтому у него даже не остается уже даже вот этой обиды на братьев, то, что он увидел, что план Божий для чего? Для того, чтобы вся семья однажды пришла и царствовала, понимаете, чтобы все привилегии, которые есть у Иосифа, они пришли к этой семье, понимаете? Вот план Божий на самом деле, поэтому сейчас, вот, понимаете, я верю в то, что сейчас есть уже много христиан, которые что-то там добились, где-то уже там, да, но у них еще нет откровения, да, они еще, может быть, ожесточены или еще что-то, но они еще не могут использовать вот эти, пустить эти ресурсы для того, чтобы на самом деле вот, ну, произошло то, что произошло там. Я не знаю, как это должно произойти. Это в первую очередь должно произойти в духе, как бы, да, в духе, то, что в откровении, как бы, людей, да, чтобы мы поняли, да, и те люди, которые, у которых уже есть возможности, они поняли, для чего им даны эти возможности. И они направили эти вот свои возможности, и тогда произойдет сокрушение вот этого духа этого мира, понимаете, сокрушение, обличение его, и тогда, ну, люди действительно начнут жить по-другому, понимаете? Просто пока в это очень трудно поверить, потому что вот если я просто начну призывать, да, в своей жизни быть вот прям внизу и все только раздавать, 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 мы тоже это не поймем, потому что вот, ну, ну, а как я все раздам, а что дальше-то, понимаете? И вот это вот есть, и вот этот вот момент я вижу в кормлении пяти тысяч, там, семи тысяч, то есть как там процесс развивался, когда Иисус их кормил. Там же, помните, там были слова, вот, вот столько народу, то есть вот столько нужды, очень много нужды, надо их отпустить, все это нужно, а Иисус им говорит, вы дайте им есть. Понимаете, вот план Божий, он именно в этом, чтобы вот, что христиане, христианство, оно спасет этот мир, оно накормит этот мир, оно вот своим принципом, оно изменит эту ситуацию, и Бог сможет высвободить то, что он высвободил, понимаете? И вот, он говорит, вы дайте им есть. Я, меня эти слова мучают, я просто спрашиваю Бог, что это значит, что это значит, как этот принцип вас вы, что ты хотел сказать, как, как это работает, понимаете? И там был вот этот момент, что у вас есть, да? Ну, у нас только вот пять хлебов и двери, принесите их мне сюда. И они приносят ему сюда, да? То есть, как бы, да, вот там второй момент, принесите, да? И он благодарит, начинает разламывать и начинает давать своим ученикам, а те начинают давать людям. И там вот происходит такой, значит, здесь пять тысяч. И вот тут очень важно погрузиться вот в этот процесс для того, чтобы понять, где же вот происходит умножение, в какой момент происходит умножение? В какой момент происходит умножение? Вот оно сразу, они принесли, бум, и они увидели сразу большую кучу и начали раздать. Нет, правильно? В умножение приходит, знаете, когда? Когда человек берет то, что там было, то, что принадлежало ему. Это же принадлежало ученикам, это было для того, чтобы они смогли поесть. И они берут от Бога вот это, да, с благословением, и несут, отдают другим. И пока несут, отдают, вот когда возвращаются назад, там что? Там опять есть что взять, правильно или нет? Но есть вот этот вот процесс, пока ты идешь туда отдавать, у тебя есть мысли. Отдавать или не отдавать? А точно, вот, ну, сейчас вот отдам, а я что? Понимаете? Вот, 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 вот где вот эта вот штука, она кроется, понимаете? И часто вот, тоже, ну, как христианство, но как бы не готово это. Понимаете, вот не готово через эти вот все процессы приходить, понимаете? Может быть отдал, и идешь назад, морочишь голову, а если ничего нету там, ну вот зря отдал, да? Приходишь, а там опять есть. Понимаете? И вот все вот в этом процессе, и это на самом деле труд, да? И они долго так ходили, правильно? Пять тысяч, двенадцать человек, это вот эта работа, они ходили, раздавали. Но я думаю, вот, знаете, первые разы, когда ты ходишь, вот это вот труднее всего. Труднее всего иногда начать, труднее всего начать вот это вот носить, раздавать, возвращаться, думать, что будет, если ты отдашь там и так далее. Но потом, правильно, ты уже десять раз сходил, ты уже, уже, уже навык есть, да? Да? Поэтому вот Иисус, Он нам предлагает другой подход к жизни, понимаете? Другой подход к жизни, совершенно другой дух, другое представление, да? То, что не накапливать себе, да? Как написано там, земля одного человека дала однажды хорошее урожай. Помните эту притчу? И Он сказал сам себе, наполнил свои амбары, уже не лезет больше. Он сказал, снесу старые амбары и построю новые. И тогда скажу моей душе все. Вот теперь точно тебе хватит, ешь, пей, душа моя веселись. Ну, ему было сказано то, что сказано. Но вот, понимая теперь христианство и Дух Божий, для чего земля этого человека дала ему хороший урожай? Для того, чтобы вот этот вот излишек он смог раздать. Да, нам Библия учит, отпускай хлеб свой по воде, и когда, по прошествии его времени, ты сможешь опять его... Но в это надо поверить, это нужно начать делать. И это, я говорю, есть еще такая модель вообще аскетизма, когда вообще раздать все, лишь бы не иметь, понимаете? И якобы вот это духовность. Нет, не в этом духовность. Духовность в том, чтобы давать и стараться еще и давать больше, чтобы еще и работать, чтобы давать. Для чего? Да царствовать я тоже хочу царствовать, понимаете или нет? Я тоже хочу царствовать. Но я царствовать по-настоящему начну только тогда, когда мои остальные подтянутся, понимаете или нет? Вот тех, которых мне Бог дал Вокруг меня Я не говорю, что весь мир когда подтянется А вот тех, которых Бог дал вокруг меня Чтобы они тоже стали царствовать Вот тогда я начну царствовать Тогда я успокоюсь, понимаете Тогда я успокоюсь А если я начну царствовать в отрыве от них За счет них, понимаете За счет того, что Давайте, давайте Я же работал, теперь вы работаете А я уже начну царствовать Ведь я же работал, понимаете Нет, не так, понимаете, это работает. Поэтому вот эту вот проблему во времени, понимаете. Поэтому чем быстрее мы начнем, поймем этот процесс и начнем работать для того, чтобы отдавать, для того, чтобы быстрее как бы накормить, мы быстрее начнем погодить. Знаете, когда ученики они ободрились, когда 12 корзин собрали, а когда 12 корзин собрали, когда всех накормили, понимаете. И они увидели, Иисус им даже в одном месяце сказал, ну что вы хлеб переживаете, он говорит, разве вы не видели? что все сколько у вас осталось после того как вы 5 тысяч двинулась корзин все а когда столько 7 достаточно проекта сказать ты ты начал с ничего начал с 5 рыбок и после этого всего утил такая корзина да но все наелись вот этот важный вот этот важный принц все наелись никто не остался в этом поэтому это я верю что все эти символы и принципы это это всего лишь принципы который иисус пытался за свою жизнь показать чтобы церковь она смогла тоже это сделать научиться пройти вот эти вот моменты все вот поэтому нам туда и вот я сейчас еще заключение с вами поделюсь таким небольшим откровением которое можно назвать откровением можно и называть откровением как вам понравится дать я вот маркер взял в библии есть такой кто может знает изучал и понимает очень часто народ божий помещается в египет все время смотрите есть такое слово из египта позвал я сына моего да даже иисус вот ему нужно было да вот это было это гонение и ангел сказал да там вы приснился отцу убегая бери сына бегите в египет они пошли в египет и там написать для того чтобы сбылось пророчество из египта вызвал я сына то есть он уходит в египет для того чтобы быть вызванным из египта мы смотрим обрана начальник тоже который отец да у нас веры и мы видим тоже вся его жизнь его бог позвал и потом у там голод он идет в египет живет в египте опять потом приходит сюда все вот эти ации исаак там все пожил в египте приходит сюда народ божий с вот с иосифом мы сейчас рассматривали эту ситуацию да то есть вот он уже родился как народ вот их уже община целая да не идут в египет там умножаются потом опять выходят из египта то есть мы видим все время вот такой то что бог использует египт египет для того чтобы сохранить для того чтобы накормить для того что маша а прообраз египта это в принципе мир потом надо выходить понимаете то есть это цивилизация то есть я здесь вижу что именно вот я говорю как план божий да что бог выращивает целый народ за счет тоже рычагов да и принципов цивилизации то есть как бы вот он помещает цивилизацию точно так же вот на христианство мы можем посмотреть до христианство родилось через церковь иисусе христе а потом увидел эти сотни лет и вот это вот тут то рим то еще учета вот эти вот до царства там и его там крестовые походы и реформации мартин лютер то есть мы видим что как вот она христианство она опять же вот помещено в цивилизацию то есть египет в эти принципы цивилизации которые как бы есть понимаете о чем я говорю нет просто такая вот общая картинка и вот если вы закроете глаза сейчас вот просто какой принцип египта вот просто какой символ египта 1 ты видишь и и мы видим что даже вот изначально так все пошло египтяне строили это пирамиды и я начал думать для чего строить пирамиды вообще с одной стороны это такая фишка там это вот каждый там это фараон себе стоит пирамиду как усыпали создать себе имя так и есть на самом деле но придет пирамиды не при такая струйка такая большая глобальная для того чтобы затянуть туда весь народ просто да и вот чтобы чертotsил просто вот и вот когда она что-то делает вот у строить что такое глобальную там пирамиду какой в принципе цивилизация растет придумывать технологии придумывается там способы управления цивилизации там и так далее понимаете NH& я мы карринимал ли если мы посмотрим вообще вся цивилизация она вот наша цивилизация она действительно по принципу пирамиды все существует то есть я нарисовал пирамиду мы по моему даже в школе нам когда-то показывали да что пирамида она делится даже есть там вот средневековая пирамида нижний слой там рабы вообще грубо говоря здесь уже вроде как бы там средний класс да потом там инженеры там или тогда и вот она там верхушка правящих на долларе помните нарисован пирамиды и глаз да и вот тут глазик да то есть мы видим что вот этот вот символ пирамиды и принцип пирамидов преследует нашу цивилизацию изначально вот там в этом и мы посмотрим что даже в экономике все движется по этому принципу участвуют в цивилизации по этому принципу пирамид что вот эти вот многие до которые там несут на себе вот и вот здесь вот они тут царствуют эту верхушку да и и мы все время знаем что пирамиды рассыпаются правильно валятся да то есть есть этот финансовые пирамиды до маркетинговые пирамиды там еще какие то есть все время вот связать движется поэтому пресса работает в этом месте раме понимаете и все хотят замутить все время новую пирамиду и церковь можно тоже строить по принципу пирамид понимаете то есть если ты идешь в духе этого мира то ты можешь также двигаться вот ты там начинаешь и те кто начали они в итоге начинают царствовать те кто начали начинают царствовать за счет вот этих которых вот чем больше вот этих тем лучше вот эти и все то что вот по такому принципу это мир понимать это мир это дух этого мира это принцип этого мира и знаете всегда что происходит с этими пирамидами но в итоге вот они все высасывают отсюда отсюда да и потом вот эта вот штука вся она бунтует и сминает вот эту штуку который наверху постоянные войны революции так далее единственный выход там из этого кризиса это опять очередная война или вот просто нам сейчас кажется что ту верхушку который сейчас там у мира масоны и не смести сместить просто вот в том отрезке времени не сместить но пройдет нет ничего не приводит революции принцип нет ни к чему не приводит взять сместить что получается разрушили пирамиду те которые сместили вот тут небольшая те которые выжили потому что для того чтобы это все сместить тут нужно много людей положить короче это не просто все но потом те, которые сместили они опять начинают маленькой пирамидкой, верхушкой начинают выстраивать опять что? Опять новую пирамиду и все, и все идет и вот это вот дух этого мира это хочет чтобы Царство Божие, оно никогда не пришло на землю, никогда не наступило но Бог сказал, придет Бог сказал, придет и какой Иисус дает нам принц, вот смотрите Он однажды сказал помните, там ученики начали спорить кто из них первый А Иисус им говорит, пусть тот кто из вас хочет быть первым будет слугой вот цари и начальники они господствуют в этом мире, пусть у них так будет но у вас пусть будет не так а как? Наоборот правильно? Тогда Иисус дает нам вот такую модель, такой принцип а здесь что? Иисус Христос Краеугольник Правильно ли? Сделавшийся головой угла вот к этой вещи, вот просто мне так понравилось просто тут, и не то, чтобы говорить что это прям, ну это иллюстрация для того, чтобы, наверное, легче было запомнить но сюда больше всего подходит вот, потому что все думают ну как это, кругольный камень сделаешь главой угла причем тот угол там и так далее вот здесь вот прям вот краеугольник краеугольник вот прям глава угла вот он закладывает это основание то есть он делает самую вот эту главную работу да то есть сам не же словами но делает все для того чтобы жили другие делать все для того чтобы жили другие и дальше идет у нас что апостолы правильно и и библия нас этому и учит что что церковь она строится имея иисуса христа в основании краеугольный камень потом апостолы и потом дальше 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 и вот тут вот тут кстати вот этот принцип он объясняется когда павел мы читали сейчас вот это вот 1 коринфянам четвертую главу я просто не стал читать эти стихи потому что они как раз вот сюда подходят когда вы присытились уже уже богатились вы стали царствовать без нас о если бы вы в самом деле царства как он мечтает и хочет чтобы они начали царствовать потому что он понимает что когда они начнут арест к дайвonder соб разные тогда и он сможет себе позволить царства но пока они не царствуют он не может себе позволить «зарт» кто а те пытаются двигаться вот вот по такой модели понимаете опалены у города ни нашей надо нитак и он будет дальше опишите это стих ибо я думаю что нам последним посланникам бог судил Clerk как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделать позорищем для мира, для ангелов и человек. Мы безумны Христа ради, а вы мудрые. Мы немощны, а вы крепкие. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои скитаемся, и трудимся, работая собственными руками. Злословят нас мы благословляем, гонят нас мы терпим. Хулят нас мы молим, мы как ссор для мира, как прах, побираемый всеми. Побираемый до ныне. Понимаете, вот из Павла что-то течет, он говорит, мы до ныне, то есть он он, по идее, тот, кто от самого Христа принял, тот, кто от самого Христа с апостолом пошел это все делать, организовал церкви, он говорит, вы уже царствовать стали, но вы не царствуете. Он говорит, прям вот этот ой, если бы вы действительно царствовали, тогда бы мы царствовали. А мы, вот как бы как ссор для мира, мы трудимся до сих пор, работая, даже до ныне терпим голод, жажду и наготу, и побои скитаемся. То есть, понимаете, вот принцип он такой. Поэтому я не говорю, что понимаете, христианство, оно не в мазохизме, для того, чтобы терпеть, там, голод, побои, скитаться, там, и так далее. Нам, может быть, сейчас не нужно нести то, что несут апостолы, но мы должны понять этот принцип, да, и поверить в этот принцип, да, позволить Богу, да, начать то малое, которое мы имеем, кормить тех, которые к нам посланы, да. Вот тут еще очень важный такой принцип, вот, самарянин у меня, извините, что так долго, но просто все хотел уместить. Вот этот вот добрый самарянин, который шел по дороге, где был этот лежачий человек, который шел из Иерусалима в Ерихон. И там написано, священник и левит прошли мимо. А вот он помыл раны, посадил на своего осла, привез в гостиницу, заплатил и так далее. Почему он смог помочь этому человеку? Потому что у него было с чем помочь этому человеку. Понимаете, мы тоже должны понимать именно вот этот принцип, ну, что Бог нас может использовать только с тем, что у нас есть. Если у нас это есть, если мы смотрим, у нас есть, то тогда это Бог к нам кого-то приводит, для того, чтобы мы смогли послужить. Понимаете, я вот думал, почему не помогли ему левит и священник? У них не было ничего. Ни с чем было помогать. Ни осла, ни масла, ни желания. Она религия. Понимаете? Поэтому религия, она не способна принести Царство Божие на эту землю. Понимаете, вот просто религиозность и набожность, она не способна принести. Поэтому Иисус выбирает своих апостолов из кого? Из работяг, из ловцов, рыбы, из просто обычных делателей, понимаете, из реального сектора. Поэтому Церковь по-настоящему, та Церковь, которая должна восстать и повлиять на этот мир, это Церковь из реального сектора. Церковь тех, которые работают собственными руками для того, чтобы уделять нуждающимся. И если мы вот сможем в это поверить и пойдем когда-то в это, Бог сделает величайшие вещи, я в это верю. Он вот начнет, заработает этот принцип того, что вроде мало, но когда отдаю и опять прихожу, оно умножается. Просто вот плоскому человеку, человеку, живущему в духе этого мира, в это невозможно поверить, потому что он думает, ну как если я отдам, а у меня что тогда будет? Понимаете? Но Бог, мы видим, что у Самарянина, видимо, что-то осталось, и он не потратил все на этого человека. У него было что-то, он помог, он сделал свою эту функцию и так далее. Поэтому если бы мы смогли в массе своей взять и начать использовать те ресурсы, которые есть у нас для тех, у которых нет меньше, а те, у которых есть больше, опять же, для тех, у которых меньше, понимаете, вот это начало бы работать, и атмосфера всей земли бы изменилась. Понимаете? Всей земли бы атмосфера изменилась. И не нужно было бы уже революцию. Просто бы вот заработал этот принцип. И теперь, вот это вот самое интересное, для меня, что получилось, если один принцип наложить на другой принцип. Может, или нет, только кто знает, не говорить, кому я уже показывал. Если мы один принцип наложим на другой принцип. Ведь Иисус сказал, я не прошу, чтобы ты взял их из меня. То есть Иисус нас не призывает к тому, чтобы мы пошли революцией на этот мир, да, или пренебрегли этим миром. Мы видим, почему я вам рассказал про Египет, потому что Бог заводит туда, выводит, заводит, выводит. И так возлюбил Бог этот мир, понимаете? Этот мир для него тоже, цивилизация, тоже инструмент для Царства Божьего. Бог хочет за счет изменений принципов сделать баланс на земле. Аминь? Баланс нужен, понимаете? Павел Апостол, он когда учит церкви помогать друг другу, он говорит, я не хочу вам это сказать, как бы, вот я вас обязываю делать не для того, чтобы у одних было больше, а вы имели нужду. Он говорит, чтобы была равномерность. Да? И мы видим эту равномерность, когда в манна сходила. Да? Кто собрал больше, не имел лишнего, кто собрал меньше, не имел нужды. Ведь то, что у нас есть большее, оно нас никак не радует, понимаете? Оно нас никак не радует, а радует нас будет то, если мы покроем за счет этого большего, то, что у нас есть, но жду того, кто в этом нуждается, понимаете? И тогда атмосфера меняется. Я смотрю просто на этих людей, сейчас живущих, с заказчиками. Есть один человек, у него земля дала хорошее урожай. Вот ему деньги девать некуда. Они у него прут, у него, помимо того, что работа хорошая, они все время прут, он бизнес настроил, он устал уже ездить отдыхать, квартиры тут, ремонты делает, там туда-сюда, но он болеет ужасно. У него печень, язык желтый, он уже кучу денег потратил на врачей, там и так далее. Понимаете? А соседки ходят, его проклинают здесь вот, в подъезде, понимаете? А, зажрался хирург строить. Понимаете? То есть, ну, и вот оно, понимаете, вот оно как бы проклятие в действии. Понимаете? Вот эти вот слова, понимаете? Мы все знаем, что это может работать. Если проклятие написано незаслуженное, оно не сбудется. А если оно заслуженное, то оно может и сбыться. Понимаете? Поэтому, да, кто находится под защитой Бога, то мне все равно на этих проклятиях, да, на меня могут иногда хулить, поносить, там, но вот, жалко, понимаете? Поэтому, да, как бы, насладиться тем, что у него есть. Понимаете? Потому что вот эта вот функция, то, чтобы давать Христа, нету, понимаете? Нету вот этого божественного принципа, есть только принцип пирамиды, который неполный принцип. Понимаете? Поэтому, а полный принцип, это и то, и другое. И тогда, ну, я удивился, я начал думать о пирамидах, о пирамидах, о пирамидах, потом у меня родился этот обратный принцип пирамиды, да, вот этот вот треугольник вниз, да, когда здесь христос креугольный камень и все на этом держится и то есть получать что сильные помогают слабым подниматься понимаете это как вот есть такое в командное испытание такой как бегут команды и время отсекается по по последнему бегу узнать тогда сильный где должен сзади для того чтобы подталкивать не бежать там ничего там мертвый да смотрите как у меня за лишним у том чускому том может быть ногу поставить там же да может быть перепрыгивать через что-то надо понимаете вам растут коленку перекинула побыстрее вся команда бежит быстрее вот поэтому и когда я вот это вот совместил давайте в принципе получился такая штука еврейская звезда давайте и от звезда давида да а бог говорит я восстановлю скинью давиду в последнее время понимаете то что ну я здесь ничего такого не вижу но интересно давайте интересно что получилось именно это я никогда не думал даже об этой звезде ничего не думал я просто начал крутить пирамиды вот эти одну другую потом наложил одну другую оказался что бог уже про это где-то говорил понимаете поэтому для меня это подтверждение поэтому выход из пустыни да он именно в том чтобы не поклониться духу отличить не начать царствовать пока твоя семья не начала царствовать да вспоминайте пример с иосифом с елисеем там с иисусом и так далее ну в принципе все аминь поэтому пускай для вас это будет как-то назидательно да чтобы мы понимали почему нам нужно двигаться что что сильные должны износить слабости немощных да и делать все для того чтобы другие шли вперед потому что ну я хочу царствовать иисус сказал если иисус не сказал о вы ничего не то хотите когда ученики там солились кто будет первый да если кто хочет из вас быть первым то будь как слуга как последний то что я пришел служить я хочу быть первым иисус сказал он я первый тот кто хочу быть самым первым он не отказывался от этого желания быть первым знаете религия иногда извратила все она так тебя иногда используя неправильный приз можно ты хочешь быть первым ты гордый да хотеть быть первым это здорово понимаете проблема больше больше гордости к человек хочет не быть первым как хочет быть вторым тогда это такая хитро мудрость для того чтобы быть таким якобы духовным ничего не делая понимаете поэтому должно быть это желание быть первым и иисус к этому призывает он не говоришь у плохо хотят быть первым если кто из вас хочет быть первым то тогда будь вот так вот двигайся он дает совет как двигаться и поэтому павел он избирает вот такую модель он идет работает собственными руками делает все только для того чтобы других толкать вперед и поэтому он тот кто он есть аминь отец небесный спасибо тебе спасибо 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 , спасибо 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 , спасибо , спасибо , спасибо